Друзья, бывают такие дни, когда вам хочется прийти домой, хорошенько расслабиться и повоевать, и я не понимаю, почему вы до сих пор не скачали игру, которая называется War Thunder. War Thunder это целый мир самолетов и танков, в котором можно воевать онлайн с врагами, можно попробовать полетать на первых бипланах, взять самые первые танки, а можно взять современный истребитель или современный танк, такие как Т-64А, и хорошенько покрушить врагов. В War Thunder есть несколько режимов, вы можете играть как хардкорный игрок в режиме полной симуляции, можете играть в аркаду, там играть значительно проще и просто фаново. В War Thunder нет никакой шкалы жизни скучной, игра настолько сделана правдоподобно, что вам нужно попадать именно туда, чтобы взорвать боевую кладку, чтобы враг разлетелся на маленькие кусочки, прятаться в укрытии, ремонтировать танки, ремонтировать самолеты, делать крутые пики, стрелять из пулеметов. Короче, War Thunder это реально крутая игра, и плюс ко всему, если вы пройдете по ссылке в описании, вы получите от нашего канала бонус в виде премиум аккаунта, либо хорошей техники для сразу мощного старта и сочного нагиба, так что рекомендую War Thunder, ссылка будет в описании, устанавливайте, играйте, увидимся в мире танков, самолетов, я буду ждать вас там. Ну не сейчас прям конкретно, а вообще буду-то. Ребята, всем привет, приветствую вас на, наверное, самой драматичной серии в истории бородатой езды. Погода говорит о том, что самое время для погружений, и в этой серии вы увидите, как новенький УАЗ, юбилейный, про который вы так сильно переживаете, окажется в крайне некомфортных для себя условиях. Некомфортные они будут, потому что на улице минус 5, потому что мы собираемся купаться, и потому что вы все нас за это ненавидите. Я вам хочу сказать только одно. Реально она отличается фактически только цветом крыши и цветом кузова, поэтому не переживайте. В этой серии мы действительно боимся словить много-много-много вашей ненависти, но она будет крайне драматичной, крайне впечатляющей и очень-очень холодной. Приятного вам просмотра. О, зима пришла. Как вообще происходит событие, да? Ну, то есть обсуждали мы как-то раз, значит, с ребятами из Рэдбула, это наш совместный проект с Рэдбуллом, еще раз напоминаю вам о том, что, в общем, было бы неплохо какую-нибудь машину утопить. И, конечно, обсуждали мы это летом, потому что летом очень хорошая погода, можно одеть шортики, джинсики, приехать в плавочках, значит, тепло, шашлыки, искупать машину, поесть и уехать. Но ситуация сложилась так, что проект затянулся, и мы дотянули до самой зимы. Когда я позвонил Саше Цареву, а Саша Царев – это наш, можно сказать, технический директор в этом проекте, и сказал, что нам пора уже искать место, он говорит, у меня есть отличное местечко, и тебе предстоит не самое простое испытание. Тебе предстоит облачиться в гидрокостюм на холоде, залезть в воду и исследовать дно на предмет нахождения ям для утопления машины. Чем мы, собственно, с ним в один прекрасный день в около поселка с озвученным названием Марс и занялись. Ну все, вот через верх заезжаем, делаем дугу, и здесь выходим. Вот здесь вот уже мелко. Здесь ты уже будешь сливаться. Как в момент боя, помнишь, сливаемся. К самому дню утопления я подошел максимально морально подготовленным, именно благодаря подготовительной работе. Машина приобрела в гараже 4х4 великолепнейший шноркель, который позволял ей проходить броды до 3,5 метров, ну имеется в виду 3,5 метра от колес, естественно. И в целом, в общем, ситуация складывалась так, что все должно быть хорошо. Но хорошо у нас редко получается, поэтому то, что происходило дальше, в общем-то, напоминало более спасательную операцию по вытаскиванию УАЗа из воды. А как это происходило, вы сейчас увидите. Но, блин, это было прикольно, честно вам скажу. Реально я потом весь день был просто на таком адреналине, потому что меня перло и таращило от того, что трое взрослых мужиков, один абсолютно новый УАЗ, река и куча зевак, ну, короче, смотрите, что я вам рассказываю. Нет, пускай давай в мокрое. Сухари лучше. Пускай в мокрое. Нормально, нормально. Чему? А сухарь это типа, который не надо мазаться? Да, не надо мазаться, да, да. Мылом, ай, как хорошо-то, господи, радость моя. Друзья, итак, настал тот самый день, день Х, когда мы поплывем под водой. В прошлый раз, когда мы сюда приезжали с Александром Царевым, может быть, он замолчит, когда-нибудь мы сможем нормально писать подводку. Мы замерили, что глубина приблизительно вот такая. Ну, то есть, выше крыши УАЗа, если я к нему подойду. Уйти должны как бы вот так вот, по идее, да. Но, учитывая то, что у нас теоретически будет еще разрываться грунт, мы, может быть, уйдем еще глубже. Поэтому гараж 4х4 гениальным инженерным решением изготовил шноркель, который позволяет нам уходить на приличные глубины и при этом не бояться хапнуть воды. Из подготовки машины у нас еще есть гудричи МТ-шные. Просто для того, чтобы, не дай бог, у нас из-за недостаточного сцепления с покрытием не возникло проблем. Потому что основная задача все-таки проплыть под водой, а не играть здесь какой-то оффроуд, да. И не застревать, и не вылезать оттуда потом. Больше у нас по подготовке машины ничего нет. То есть, у нас шнорки, у нас резина, у нас загерметизированы и убраны приборы. То есть, у нас машина обработана для того, чтобы все должно... Короче, все должно быть хорошо. Я не знаю, будет ли хорошо, но в любом случае. И плюс ко всему, у нас сегодня есть профессиональные водолазы с собой. Наши профессиональные водолазы, которые обеспечат безопасность всего этого мероприятия. Да, ребята уже сколько лет в деле? Молодь, сколько ты уже? 20 лет уже в деле. У нас есть два кислородных баллона. Я пойду без баллона. У нас он будет просто с собой. На случай, если мы реально уходим под воду, тогда я уже начинаю дышать кислородом. Правильно? Правильно. Да. Самое интересное, что дышал кислородом через баллон я последний раз лет в 12. То есть, 18 лет назад. Поэтому, ну, я помню, что главное дышать спокойно, короче. Да? Вот и все, собственно. Я в курсе, короче, как это все происходит. Значит, соответственно, мы вдвоем в машине. Погружаемся. У нас такой небольшой маршрут. Тонем. И выезжаем уже на той стороне. Это в идеале. Это то, как мы задумали. Как это будет на самом деле? Смотрите. Серия. Удачи нам. В этот раз только нам. Вам она не нужна. На диване с бутером. И чайком очень хорошо смотрится серия. Без всякой удачи. Да? Справимся? Да? Ну, а что делать? Да. Я не курил. Все, у вас своя банка есть. Ты каждый раз приезжаешь и жрешь мой Red Bull, блядь. Жру, блядь, твой Red Bull. Тебе. Ты у тебя спонсор Red Bull, я спонсор Red Bull. То есть, как ты вообще сейчас не здраво. Ну, просто если ты перестанешь покупать банки, они не будут меня поддерживать, понимаешь? Они должны на что-то жить. Согласен. Ладно, где мой Red Bull? Блин, слушай, я, знаешь, я последний раз переодевался зимой года три назад. Вот именно, чтобы прям зимой снег лежал. Добаный ютубовский извращенцы, а. Мне сегодня разрешили оставить трусы и футболку. Просто праздник какой-то. Какой-то красивый. Это мой любимый. Вылезаем аккуратно. Эй, свинтура. Это вообще просто космос. И снова с вами Капитан Ворш. И снова здравствуйте. Я хочу, чтобы вы понимали, что, наверное, это самое масштабное событие, которое мы организовывали. Я могу говорить слишком громко, потому что я толком ничего не слышу. Но Капитан Морш возвращается. Лайк за Моржа. Определенно. Такой Морш понравится любой девке, да? Какая жесть вообще. Нет, ну, конечно, кроме шуток я волнуюсь, потому что мы сейчас собираемся на машине плыть под водой. Это как бы не каждодневное такое обычное мероприятие для нас. Ну, вроде все готово, все организовано. Вроде мы сделали все, что могли, так сказать, предварительно. Все. Я настроен. Я готов. Да будет со мной сила Моржа. Да, вот выходит, потому что там чуть-чуть, вот здесь вот жестко. Уходим за две трети и выравниваемся. Текуха сильная, тебя в жопу будет подгонять очень сильно. Вот, поэтому сразу держите в праве против текухи, чтобы успеть зайти на яму. Ага. Все. Проверьте дыхалку. Заднюю дверь мы открываем для того, чтобы быстрее набрать воды в салон. И равномернее утонуть. Можете только пожелать удачи. Это реально трындец, конечно. Там еще течение. Короче, по идее, вся подготовительная работа сделана. Все исплавано, просмотрено. Я думаю, что все должно быть хорошо. Ну, насколько вообще, в принципе, можно что-то прогнозировать в данном случае. Яма у нас такая. Шноркель у нас длинный. Так что все должно быть хорошо. Подписчики пришли опять-таки. Спасибо, парни. Не привычки маску забудут. Главное, не нервничать. А? Главное, не нервничать. Да нет. Я спокоен абсолютно. Тихо-тихо, медленно-медленно-медленно. Да-да, держи, держи, держи правее. Это круто. Поплыв, левее, левее, выкручивай левее. Я тебя подтолкнул. На левую выкручивай. Блин. У нас что-то идет не по плану. Где я раскрываю? Давай. Решать. Ха-ха-ха-ха. Так. А это что, давай направо. Направо выкручиваем. Попробуем ее развернуть полностью. Я толкаю в жопу. Паш, сгони за фордон. Спускайся. Буй на лебедку вытаскиваю. Главное, не груши. Дверь открыть, чтобы дышать было. У вас в лапную идут. Давай еще подожмем. Вставай, вставай на борт. Вставай. Порой. Так, друзья. Что, вытаскивайте. Что у нас происходит, скажите? Холодно немножко. И воды много в машине. Много воды в машине? Почему? Да, я заметил, что вода в машине. Оцелела что-то. Оцелела, наверное, проводка. Просто стояла, наверное, долго. У тебя этот самый дворник не работает. Ты главное не включай. Ага. Все. Сейчас лучше форда цепляем. Вытаскиваем. Выкручиваем свет. А, он инжекторный. Не выкручиваем. Стоим чуть-чуть, ждем. Заводим зону. И вперед. Да, давай. Договор. Я не знаю, что с этими перчатками. Я очень замерз там в воде. У вас в данный момент вот в таком состоянии. Мы пошли против течения. И у нас машина как бы... Ну, мы хотели пойти под 45 градусов, но ее довернуло. Жопа не утонула. И, в результате, мы то ли на каком-то перекосе, то ли еще что-то. Ну, машина, в общем, вот там. Фух. Блин, это такое стремное чувство, когда... Вот когда вода вот так вот, ладно. А когда она вот чувствуешь, прям уже горло подступает. Я такой, кислород, кислород, кислород. И все, я уже понимаю, что я уже передачу не могу найти, короче. Ничего не понимаю, где эти рычаги. Дышу кислородом, хотя воды вот так вот, нахрена я дышу кислородом в этот момент, непонятно. Сейчас мы ее вытащим лебедкой. И попробуем, ну, она должна завестись, просушим. И попробуем еще раз, ну, пойти прям прямо. Но факт в том, что я думал, что здесь мы пойдем вот так. А по факту получается, что мы уже сразу по крыше ушли. Фух, блин, ну это, короче, вообще, конечно. Вот это я придумал. Вот это здорово. Ну что? В двигателе эмульсия, поэтому заводить его сейчас нельзя. его надо отсюда вытащить. Ну, сегодня по... Нет, у меня нет часов с собой. Сегодня по времени, я так понимаю, еще раз купнуться мы уже не успеем. даже если масло. Даже если масло поменяем. Да, Сань? Да. Ну, было весело уже, как минимум. Мне было прикольно. Так как вы увидели, что, в общем-то, ситуация сложилась для нас не лучшим образом, мы слили практически 5 литров воды из мотора, ну, около 20 литров воды из баков. И, в целом, машина сейчас не на ходу. Водичка. Вода, вода, вода. Ебать эмульсия, блин. И это все вода. Володь, это все вода. Нет масла. Я только открыл. О! А вот и маслица. С водичкой. Хуя! Хуя! Вот это он гулять-то, а! Ха-ха-ха! Шианинский гараж. А, на голову вообще никогда не видел. Смотри, пап. Ты же меня птичка краснул. Что, еще? Что, стради, стой, а! Ах-ха-ха! Что за шесть? У нас просто не машина, а срущий голубь. Вот этот голубь, знаешь, который над мойками ходит огромный, и потом машина эмульсии стреляет просто в потолок. Сколько здесь потолок? Метров 6? 5,5 метров. Причем легко он добивает и еще обратно отражает. Помните, как в песне про сантехника Жеку? Все в говне, Жека в говне. Сантехники в шоке. Ну слушай, метра 12 пьет. Хорошая компрессия. О, меньше. Видимо, мы не сможем решить здесь с ребятами этот вопрос. Поэтому наш вариант всегда рабочий. Эвакуатор, гараж 4х4. И потом бежать, пока мастера не увидели. Бежать от мастеров, и навстречу бегут подписчики с вилами. И все это, как бы, поэтому придется уехать. Уехать куда-нибудь далеко и скрыться от всех. Ну да, машина под разбор. Ну, то есть, в смысле, она как бы не под разбор. В смысле, мы будем разбираться и смотреть, в чем дело. Потому что вода может быть везде. Она может быть в бензобаках. Она у нас явно присутствует в большом количестве. Точнее, присутствовала с виле. Практически там 4-5 литров воды из двигателя. И вот масло находится сейчас в таком состоянии. Мы думали сейчас, что мы сольем воду, поменяем масло. Промоем еще раз, поменяем масло. И все будет хорошо. Но хорошо, по ходу, дела не будет. Поэтому эвакуатор и погнали в Москву. Жесть. Но, хочу вас заверить, что она сейчас стоит в гараже 4х4. Ребята ей уже занимаются. Восстанавливают ее работоспособность. Машина будет находиться в отличном техническом состоянии. И дальше у нас есть, на самом деле, два варианта. И очень важно здесь, чтобы именно вы нам подсказали, как действовать дальше. Это совместный проект с Red Bull. И сейчас на сайте Red Bull открыто голосование. По ссылке в описании вы можете перейти. Потому что у нас есть нездоровые идеи. Как вы видите, мы любим очень нездоровые идеи. Короче, давайте так. Есть два варианта. Либо мы эту машину восстанавливаем до идеального состояния. Все собираем обратно. Делаем какой-то, возможно, легкий внешний тюнинг. И она в таком вот виде, скучном, как бы существует. Предсерийный 0.00 из 469. Либо мы делаем из нее настоящую альтернативу Геленвагену 6х6. Мы добавляем туда еще один мост. Добавляем еще одну ось. И у нас получается мятный 6х6. А потом отправляемся на нем, допустим, в экспедицию в какую-нибудь Кавказскую республику. Либо, возможно, в Карелию. Это мы уже потом решим. Поэтому сейчас, ребята, очень важный момент. Перейти по ссылке в описании. Проголосовать. Потому что нам действительно важно ваше мнение. Действительно мы не знаем, как нам поступить дальше. Но мне, конечно, очень хочется реализовать идею 6х6. Потому что технически все уже подготовлено. И мы можем приступать к работе. Очень прошу вас максимально поддержать нас в этом голосовании. Потому что финансовая составляющая вопроса, опять-таки, очень актуальная. И нам нужно показать вашу заинтересованность в дальнейшем развитии событий. Это была Бородатая езда. Не забываем голосовать. Не забываем про ссылки в описании. Спасибо, если поставили лайк. Если поставили дизлайк, я вас, конечно, прекрасно понимаю. Нет, я вас не понимаю. Я не понимаю, почему дизлайк. Потому что серии просто офигенные. Ну, согласитесь, просто очень круто. Пока. Бессмертный мятный. Субтитры сделал DimaTorzok